мамин мальчик красавчик на процедуре дома меня мы с осланчиком вышли с процедур она не разговаривает ты тоже начала как звери рашка ты у нас кто лев как лев должен ты разговаривать сейчас мне нужно забрать свою карту сбербанка с отделение сбербанка но к сожалению сбербанка в котором я должна была забрать на ремонте оказался с 5 числа сегодня 8 вроде и мне нужно быть сейчас другой какой-нибудь филиал еще надо купить лекарства для моей бабули и отнести вот вот такие у нас на сегодня план сегодня с утра мы встали представляете с утра встали отключили электричество это просто невыносимо 42 градуса отключили электричество мама куда только не звонила на горячую линию и по дагестану и по россии да везде ремонтные работы идут здесь всегда так как начинается лето так ремонтные работы электричество когда начинается мороз холод тоже ремонтные работы постоянно отключать электричество а у нас если нет электричества нет и этого воды нет такую жару не воды не электричество никто и не предупредил что отключат вот так но на улице честно скажу не так жарко например вот мне вот дома было прям невыносимо жарко пока мы вышли со сладом на улице мне как-то терпимее можно мороженка поедаем вот такие вот дела у нас сегодня у нас был третий день процедур всего 10 дней потом посмотрим надеюсь продлевать не будут всем хорошего настроения все мы идем пешочка в сторону сума возле сума находится второй рынок овощной мясной второй рынок до туда я еще не добралась даже представляете сейчас я по-моему вроде как правильно иду это медицинский университет разе общежитие общежитие медуниверситет там кондитерская ля крым я сейчас не хочу кондитерскую я хочу холодный кофе а айс лату хотела взять захожу и наблюдать пожалуйста айс латы у нас и нет или до вот самое время как раз чтобы льда не было он зимой же нужен не летом что а из а почему-то аист что у аист такая палка бывает на дятла больше похож ты дятел маленький какой-то аист а ты знаешь что делают аисты аисты детей приносят такой миф есть что аисты приносят маленьких детей родителям которые ждут детей но на самом деле конечно аисты их не приносят на самом деле их мамы рожают своих животиках вынашивают а потом рожает но маленьким детям говорят что их аист принес ты бы поверил что тебя аист принес почему поверил вы а как ты думаешь тебя аист принес или мама тебя родила конечно мама родила конечно мама родила тебя котенок что здесь наделали пойдем испортили до так честно сказать я не очень понимаю сейчас где я нахожусь но вот я территориально примерно знаю вот образовательный центр а все правильно правильно он танцы все очень много улиц переименовали вообще новые названия которые я не знаю этих улиц раньше и не было не то что улиц районов этих не было никаких построек там не было сейчас застроена просто все ай хорошо ты аист дошли мы до отделения сбербанка понедельник выходной велитушка такое интересное название понедельник выходной сейчас идем другое отделение сбербанка давай пройдем здесь быстренько и на ту сторону пойдем то да да и это у нас кинотеатр октябрь что у нас там идет сегодня головоломка головоломка тихое место город страха больше ничего так сейчас идем в другое отделение я уже в интернете посмотрела его расписание он на сегодня работает потому что так можно по всему городу ходить и не найти работающие здесь же рядом живет моя бабуля и лекарства купить тоже не получилось сегодня у нас а вот понедельник день тяжелый вот это точно про сегодняшний день ай куда пройдет громче как домой к бабуле легко сказать лекарства купить тоже не получилось почему потому что то дозировка которая которую мне мама написала такой нет вообще даже не выпускают она видимо что-то напутала и это как у тебя рот на замке а у меня не бывает рот на замке ай какой такси мамина на мой чудо 100 метров идти вообще ходить не хотят вот сюда 100 метров буквально может быть 200 метров надо пройти и все а может быть один километр да ну ложись отдохни хампаша бурчах шарпович хампаша бурчах шарпович хампаша бурчах шарпович я не умею это университет вон белое здание я по-моему здесь уже снимала вам я не помню ну что ты долго будешь здесь лежать пойдем пока не закрылась а то закроется пойдем вот все должны мальчики ковырять все что нашли каждый болт каждый гвоздь надо ковырять вот почему мальчики такие да тебе болтики нужны да да я здесь снимала потому что я вот сюда выход заходила и по моему оттуда вышла снимала когда я была совсем совсем маленькая какой это ты здесь бежал вперед бежал и подумал что потерялся а я сзади шла и смотрела когда я была совсем совсем маленькая какое-то время мы жили у бабули я помню здесь на на маячной это не так далеко и меня отправляли за хлебом вот сюда здесь был продуктовый магазин и хлебный на ради чего это улица ради чего и он был такой вкусный этот хлеб заводской хлеб был он просто был бесподобный я с удовольствием ходила сюда за хлебом потому что хлеб очень вкусный чиплёнок а дальше идет парк ленинского комсомола это институт вот пожалуйста полицейские здесь ездят тюртюртю уберите гэт машины свои дурку раньше в годы моей молодости здесь вот было все пусто и молодые ребята учащиеся в университете да и не только учащиеся приезжали сюда и на своих машинах всякие всякие реверансы устраивали кто круче короче чем машина хочет делать и сколько бы не ремонтировали бы эту площадь постоянно постоянно там плиты портились асфальт портился естественно там такие реверансы они выделывали на своих машинах так он следующее здание там сбербанк вон смотри какая качеля осла смотри какая качеля я тебя тоже там потом покачаю хорошо а вот еще одна только она выше покачать тебя она работает подожди я посмотрю подожди я посмотрю да сейчас я тебя посажу айфуем гатюник нет быстрее а ты держишься тогда давай быстрее зашли в ЦУМ пустота да раньше здесь бывало всегда много народу ай вкусно пахнет мир подарков в прошлый раз что-то я здесь покупала сувениры какие-то ну да на 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 так sorta так sorta никакого ну давай посмотрим ай медиnezにな Здравствуйте. А ну вот здесь посмотри. Итак, мы поелим. Точнее я уже поела. Как всегда чудо. Аслан еще ест. Он выбрал сегодня наггинсы с картошкой и этот напиток голубая лагуна. Дальше будем трогаться, наверное, в сторону дома. Электричество пришло, разговаривала с мамой. Электричество пришло. Раз есть электричество, значит есть ли вода. Поэтому можно возвращаться домой. Сегодня хан Паша Бурчак Шарпович везде качается. Сильно сделать? Сильно сделать? Еще сильнее? Но она же, как обычная качеля, не раскачивается, мамина. Ну, в итоге, чем закончилось, вы, в принципе, наглядно видите. У нас всегда так заканчивается. Всем привет! Наши процедуры сегодняшние тоже закончились. Так, УЗИ-ирашки сегодня было УЗИ-почек. Все хорошо. У нас три раза делали. Мачевый пузырь пока не наполнился, потом опустошили и делали. Вот. У Асланчика его процедура с ушками. Сегодня у нас был четвертый день. Сейчас идем перекусим. Я их накормлю. Они голодные. Проголодались, говорит, мы. Вот. Додумаю, пока доедем, пока приготовлю. Они ждать не будут. Поэтому где-нибудь покушаем. А пойду домой. Домой. Вчера у нас, представляете, свет пришел только где-то, электричество пришло где-то в час ночи. На час ночи не было ни электричества, ни воды, к сожалению. Я подумала, надумала, генератор. Где уже? Генератор маме купить. Потому что это невозможно, если электричество отключают. У них сразу воды нет. Так, где уже? Ой, где уже? Как ты долго ходила? Три минуты прошли. Ай, я хочу спать. Вот вчера где-то в час пришло электричество. Куда собралась? И я где-то в два заснула. Представляете, где-то к шести часам проснулась и больше не смогла заснуть. Все. Четыре часа спала, получается. Так, с нам направо. Где у нас направо? Правильно. Умнички. Поворачиваем направо. Пиряло, пиряло. Осла сегодня решил обуть тапочки. Ни за что не захотел босоножки. Я, говорит, сегодня так хочу. Пожалуйста, мы не против. А что ты делаешь? А что ты делаешь? Кайфую. Кайфуешь? А что ты руку вот так держала? Это мои очки были. Я так видела. Очки. А вот это... Это что было? Это курицный сок. Курицный сок ты пила, да? Ммм, кайфуша. Сейчас иду. Поели, теперь надо их покачать. Что? Курицный сок. Ты сам можешь качаться. У тебя низкая она. Я бы все. Я бы все. Я бы все. Так, а я, наверное, кофейку возьму здесь. Аслан, не брызгайся, солнышко. На нас не делай, мы же не пупаемся. Вот Аслан сделал. Так как мы были рядом, зашли к моей бабушке в гости. Вот она, моя бабушка. 84 года ей, кстати. Сейчас он туда. Да, это на ютубе будет показывать. Похожи мы с ней? Да, очень похожи. Похожи. Деловая. Боже, прийти домой и найти аварский хинкал с сушеным мясом. Что может быть лучше? Сушеное мясо, сыр, атоматная паста с чесночком. Еще бывает бульон, но к бульону мы не успели. Мы были в городе, моя бабуля. Всем приятного аппетита. Кто за столом? Мы с Асланчиком. Куда? Яблоко. На процедуру. Ушки лечить. Ты что, лудик открываешь сразу? Потом нужно мне пойти свои права забрать наконец-то. Сегодня отмучилась. На эту жопку, а? Скачет. Сегодня с Асланом целый день были в городе. Я забрала, получила права. сходили с Асланом на его процедуры. Потом посидели в кафе. И вот день закончился. Приехала домой. И вот зиграшку взяла и пошла к локопеду. Все. Мы вот от локопеда сейчас идем. Идем. Бежим точнее. Сегодня у нас была просто неимоверная духота. Такая духота обычно бывает перед дождем. Но по прогнозам смотрю, дождь вроде не намечается. Но было очень и очень душно. вчера ночью с Асланом спать не могли из-за этой духоты. Вот. Я сегодня днем заказала кондиционер маме в квартиру. А вечером мне пишет этот парень, которого заказала, что именно эта модель закончилась. И неизвестно, когда будет. Я уже мечтала, что завтра вечером уже будет у меня кондиционер. Сейчас надо будет сесть и еще посмотреть какую-нибудь модель. вот такие вот дела. Всем привет! Мы с Асланчиком идем на процедуры. Ушко лечить. Потом, как обычно, с Зейрашкой к логопеду. Зейраш сейчас дома. Вот. Деловой парень идет. У нас два дня была невыносимая просто духота. Дышать было нечем. Сегодня вроде более-менее погода такая вот. Без солнца прохладненько, чуть-чуть ветерок весь. Но эти два дня последних это было просто нечто. фрукты. Фрукты. Фрукты у нас тут любые, в принципе, как и в Турции. но мои дети здесь вообще мало кушают. измери вкуснее. Что вкуснее в измере? Посмотри. Что вкуснее, скажи. Что? Я не слышу. Все. Все вкуснее? Конечно, дома все вкуснее. Пойдем. Тебе кузышки сегодня приготовить? Манты маленькие, которые? С мясом, ты же любишь их. Мимо всякой фигни, мы проходить не можем. Пойдем, солнышко. Я не куплю серома. Ты мороженое хотел? Купить тебе мороженое? А? Давай. Со Сланом после процедур зашли, проходили мы ему в кофейню. Знаете, так приятно, удивлена. Смотрите, здесь мультфильм «Молнышарики». Дитя спокойно смотрит. Я взяла себе холодный кофе. Заказала Аслану завтрак, хотя он дома поел, но очень мало поел. И, знаете, чем приятно удивлена еще? Водичка, пожалуйста, бесплатная. Пожалуйста, диасептик для рук. Солнышко, ну давай покушаем чуть-чуть. Ну ты только пару оладушку съел и все. Солнышко, давай. Очень понравилось мне это место. Вот мы здесь будем каждый день проходить и я обязательно буду сюда заходить. Иди сюда, солнышко. Чуть-чуть я тебе дам, чуть-чуть, много не заставлю. Вещали, мы вещали из кафе и идем немножечко, решили пройтись, пока не такая прям сильная жара. Потом домой. Эй! Что такое грустный? Домой хочешь? Почему ты хочешь домой? Потому что дома телефон ждет даже на зарядке. Посмотри сюда. Посмотри на меня. Потому что дома телефон ждет. Ну конечно да. Так, изначально, как я понимаю, здесь планировалось вот здесь что будет продаваться продукция кизлярского коньячного завода, наверное, кизлярские ножи и так далее, что там еще у них есть. Но все ларьки и так далее все пустой. Я думаю, что там очень высокие аренды, наверное, здесь не оправдывают. Что там мамина? Ну вон, уже что-то здесь написали. Странно, что никто не нассал даже здесь поставляется. Не воняет. Идем. Это у нас улица Калинина. По-старому Калинина, по-новому простых Шамиля. Туалет хочет мой мальчик, да? Ну куда мы сейчас ходим? Я не знаю. Сейчас вперед пойдем. Я думаю, там найдем где-нибудь. Кошачьи домики начали появляться у нас. Я уже третий или четвертый вижу, но домики есть, а ухаживающих за ними нет. нет. Мне уже жарко. нет. Я уже не знаю. А? Сейчас мы... Ай! Здесь где-то была поликлиника. По-моему, здесь. А, нет, дальше нету. Мы на скамейке хачели. Раз, два, раз, два. у вас. Как я люблю со своими детьми гулять. Ничего, что я везде показываешь. У нас у зверяшки наконец-то один зубик нижний начал шататься. Наконец-то! Вот так вот льется. Тут сюда вот побросал что-то. Но все равно красиво. Маленький кувшинчик, большой. Прямо напротив я увидела центр народных художественных промыслов. Посмотрим, что это такое. Что там такое интересное. Давай посмотрим, что там есть. книжки. Санаторий Дагестана. Нагестан. 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 на катамаранах по андийскому крышу. Я аккуратно трогаю. Идем посмотрим. Выходи? Сделано в Дагестане. посмотрите. Смотрите на эти шахматы. Ничего себе. Красота. Там серебряные эти золотые. Ну, не из настоящего золота, конечно, серебра. ножи. Ножи. У папы тоже вот такой какой-то кинжал есть даже. Нам его дарил тетя муж. Ну, тетя с мужем. Смотрите, какая красота. да. Это балхарцы делают. Есть лакское село Балхар. И вот они занимаются вот такой красотой. Зайчик. Зайчик. Глиняный. Зайчик. 300 рублей. Давай купим. Если я тебе и куплю, ты расскажешь, а мне ничего не купили. Он сломается мамина очень быстро. Там киська тоже есть. Ослики. Давай купим. Хорошо, подожди, еще посмотрим, может тебе что-то другое понравится. так-с. Это, видимо, очень старенькая. Аслан, смотри, раньше вот такие телефоны были. Вот трубка. Вот смотри, какая красота. что-то очень красиво. На подарок. Подожди, солнышко. У нас стаканчика нету. это, по-моему, бабушка болхарка. себе не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться, они все похожи. за четыре дня. Кто что писала, вы что за три дня хотите 30 тысяч или 100 дней? Она тоже писала. Никто не пускает себе, не представляет. А почему что? Она же через месяц с вами и с ней. С кем? Не с вами? Да. А объясните это. И доктор на 9 дней. смотри какой коврик с портретом да ну честно сказать это как-то странно для меня и если его стелить на пол и по нему ходить странно ослан купил свистульки себе кошечку это гадлео а где и рашки кролика это гадлаки пусть зайдем туда до конца и наверное уже домой поедем вот так прошел еще один день у нас в махачкале вечером здесь вот эти лампочки все светится потому что я проезжала здесь видео красота под ногами вот эти маршрутки они просто ужасные в них так жарко это просто кошмар кирдык да здравия за три с половиной миллиона продается какой-то там что это поддаются непонятно вон там торговый дом османский устал что ли это цикады ты помнишь почему цикады стрекочет я же объясняла мальчики цикады для чего вот так стрекочет что в девочек зазывать до когда жарко они вот так стрекочут что в девочке с цикады к ним приходили кушайте ягоды вот так над душой надо стоять чтобы они даже ягоды ели малину не любишь вот малина это смородина не путай это не любишь это смородина дейра а это любишь и это не любишь а что ты любишь можно узнать клубнику то и в измере можешь поесть а это не найдешь там пошла-пошла-пошла-пошла-пошла даже весело она за принцессочка лежи наша красавица лежит я тебя отведу сейчас со всеми делами разберусь это чертов кондиционер поставят и я тебя отведу мамина и гастрируем волю и кавалер на уже он да 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 маленький да все у нас процедуры закончились на сегодня с планчиком вышли и я хочу попить кофе там где вчера мы пили вчера когда мы шли вчера когда мы шли солнышко но я разговариваю хорошо не пойдем туда куда не пойдем вчера когда мы шли хорошо пойдем туда где тебе дядя деньги дал как ты дети любите вчера когда мы шли по этой же дороге нам подошла женщина там подошла женщина с ребенком в коляске девочка была у нее в коляске покрытая женщина попросила там купить ей ребенку еды его что тебе именно надо купить она ну не знаю макароны может рис что-то такое в магазине я тебе куплю пошли мы с ней магазин сейчас я расскажу подожди пошли мы с ней магазин она взяла продукты можно взять шампунь тоже его конечно можно возьми шампунь тоже она взяла шампунь тоже и это пока я с асланом разговаривала я вижу так поковым зрением схватила под геля для душа одинаково прошли в кафе а время платить и оплачь смотри я показываю гораздо чем вам два одинаковых геля для душа берите один как бы остро необходимости из тебе продукты нужны гели для душа нет но все равно я один не купил вышли оплатила все и как мы дальше пошли по своим делам и чуть дальше когда я прошла ко мне вот точно также подошла женщина с ребенком не поможете купить ребенку еду и я подумала что это скорее всего местные цыгане может быть попрошайки такие которые этим промышляют и вы сейчас веду отсюда посмотрим будет эта женщина с ребенком или нет мне самой просто интересно а он одна уже есть вот он идет навстречу аккуратно пройдет ребенку еды купить вы каждый день просите вот она вчера ко мне подошла но ей я уже не покупала я слышу тебя аслан который я покупала интересно не вижу все вижу вон она там подальше с коляской крутится точно это у них работа такая цыгане я помню солнышко где тебе дядя деньги дал но это очень далеко я туда не могу сейчас поехать потому что это очень далеко у нас вот здесь вот я и купила сейчас посмотрим она у меня ну скорее всего узнает наверное я думаю а ты не хоти успокойся вот она и сегодня просит вот ребенок коляске лежит и подайте на пропитание куда и сюда отойди куда куда ты хочешь пойти сюда смотри где тебе дядя деньги дал это очень далеко я туда как пойду там этого дяди нет он тебе деньги не даст я что там буду делать деньги тебе не нужно что тебе нужно там чтобы ты там не будешь кушать я тебя в другом месте накормлю какая разница я туда не хочу идти это очень далеко хорошо ты не кушай я кофе попью окей ну не вытирай пожалуйста все столбы давай пойдем идем а ты там мультяшки посмотришь пошли какие там будут сегодня не знаю ты помнишь где это было там это из кондиционера капает не надо ручки тоже покапать а вот это место кофе кофе бренд капнет конечно давай я кофе здесь возьму давай да ну давай зайдем давай ну я кофе хочу тебе жалко идем доходи здравствуйте айс кофе а можно мультики чтобы здесь были сделайте пожалуйста какой тебе мультик малыша реки малыша реки ну как ну конечно это же твой натуральный сок свежего нет этот мамин кофе укусняшка я раньше лакопила не знаешь сейчас холодное время пришла на осень и мне нравится мы пришли постричься да ослан посмотрим как нас постригут махачкале хочу только не туда мы с осланом в парке у нас есть часик через час у нас прием у стоматолога я хочу показать ослана зубик который уже несколько месяцев шатается но выпадать не собирается сильно выдергивать его я тоже не хочу потому что он не так прям можно сказать на одном волоске висит но шатается давно солнце 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 как здесь жарко я тебя не вижу а вот кстати постригли он выбрал тебе вот молнию сбоку чтобы мы сделали красавчик он у нас теперь какой ты сильный я присяду аккуратно зачем ты меня позовешь а сланчику выдернули зубик вон внизу у него был такой длинный корень он бы сам точно его не смог выдернуть я не знаю почему так сильно разрослый этот корень потом потом покажем сейчас случайно уронишь не надо да хорошо покажи мы сидим ждем такси яндекс такси 20 минут ждать сейчас переверну камеру я уже переверну видите да вот это вот все какой длиннющий корень у него нифига я в соки я в соки я в соки поэтому его выдернуть а сланчик точно не смог бы да и в принципе зуб должен максимум 3-4 недели уже как бы попадать а этот у нас держался несколько месяцев где-то 3 месяца больше у нас сейчас шатающихся зубов нет да наверху два растут четыре зуба у нас уже сменилось получается вот два внизу выросли два наверху уже начали расти и вот пятый выпал а где карис карис и так чуть-чуть совсем его не видно у меня мамин красавчик сейчас Аслана домой и Дейрашку к логопеду вчера из-за того что кондиционер ставили монтажников ждала к логопеду я не делаю я не делаю к логопеду мы не пошли я динозавы а вот сюда пришпандурили нам кондиционер теперь хотя бы находиться дома нормально духоты нет можно спокойно находиться дома сегодня суббота и мы все дома никуда не идем я сейчас пощипала свои брови поковыряла лицо красота красота вчера я еще сделала перестановку в комнате шестакал уже ту кровать поставила туда она была здесь стол ну так место больше 100 заводовок вот так вот время перекуса у каждого своя булочка у меня вот такие вот с творогом матушки у Дейрашки шоколадные с компотиком а сладчик вот эту сдобную забрал а слон вкусно? да кушай маме в воду я упал готовить лень вообще еще заказала чудо если она хотят поесть ну так и живем все все в киспе все в киспе